В данном уроке я расскажу вам о том, как перемещать, вращать и масштабировать объект в Blender. Лампу с камерой я удалю из сцены, оставим в ней только куб. Итак, сейчас мы видим, отображается так называемый виджет-манипулятор. Это три стрелочки разного цвета, каждая стрелочка указывает на свою ось. Z вверх, Y и X. Также я открою панель свойств и разверну меню Transform. Здесь мы видим меню Location, Rotation и Scale. Это место расположения куба в 3D-пространстве, углы его поворота и его размеры по всем трем осям. Здесь сейчас 0, здесь 1 стоит. Итак, начнем с перемещения. Перемещать объект можно тремя различными способами. Первый, это с помощью данного манипулятора. Я навожу мышку на одну из нужных мне стрелочек, например, Y, зеленая. Зажимаю левую клавишу мыши. Сразу появляется такая линия зеленая, указывающая, что данный куб сейчас будет перемещаться вдоль данной оси. И теперь я двигаю куб. И мы видим в левом нижнем экране изменяются циферки. А также в меню Location. Ось Y, то есть насколько я переместил куб, данное значение отображается. Я отпускаю левую клавишу мыши и куб перемещается в нужное нам место. Ну и точно так же с другими осями. Также я могу сразу же здесь ввести нужное мне значение. Сейчас я переместился по оси Y на 4,5 и так далее. Неточное значение. Если мне нужно строго на 4, я нажимаю здесь левой клавишей мыши, ввожу на клавиатуре 4, Enter. Все. Куб переместился на 4 единицы по оси Y. Перемещение считается относительно его центра. То есть, как видите, в центре куба находится такая оранжевая точка. Это центр объекта. И вот относительно центра она переместилась на 4 единицы. И третий способ. Можно перемещать объекты с помощью горячей кнопки G. От английского слова Grab. Я нажимаю на клавиатуре G. Двигаю объект. И сейчас он у меня перемещается по всем трем осям одновременно. Это видно и слева внизу, и в меню Location. Если я хочу ограничить перемещение объекта лишь вдоль какой-то одной оси, я нажимаю букву на клавиатуре, обозначающую данную ось. Например, нужно мне переместить куб по оси Z. Я нажимаю на клавиатуре Z. И мы видим, появляется линия. Куб возвращается в исходное положение. Вдоль данной оси. И теперь я могу его переместить лишь по оси Z. А как видите, ось Y осталась в значении 4. И X также не изменяется. Переместил. Таким образом, с помощью горячих кнопок, это самый быстрый способ перемещения объектов, мы также можем вводить, например, G, Y, вводить значение, минус 2, и нажимать Enter. И таким образом я сразу же перемещаю куб по оси Y на минус 2 единицы. Это гораздо точнее, чем перемещение с помощью виджета, ну и быстрее, чем вводить сюда необходимые значения. По поводу введения сразу же значений. Давайте сейчас выставлю все в 0. Хорошо, когда вы знаете, например, что вам нужно переместить Y на 4 единицы. Ввели цифру 4 и все. Но бывает ситуация, редко, но иногда бывает, когда необходимо посчитать расстояние, на которое должен переместиться объект. И для этого в Blender предусмотрена такая полезная функция. Например, я могу здесь нажать мышку, написать 2 плюс 3 и нажать Enter. И куб переместится по оси Y на 5 единиц. Также здесь работает умножение, деление. То есть мы можем 5 умножить на 3, нажать Enter. И он перемещается на 15 единиц. Все то, что я вам сейчас показал по поводу перемещения, работает для вращения и масштабирования. Единственное исключение, например, если вы хотите вращать объект, то с помощью данного виджета вы это делать не сможете. Здесь внизу в окне 3D-вида есть вот кнопка, включающая и отключающая отображение данного виджета вообще в окне 3D-вида. И первый пункт сейчас выбран Transformation, то есть наши стрелочки, с помощью которых мы объект двигаем. Мы можем нажать следующую иконку. Такие дуги появились. И с помощью данных дуг мы наш объект можем вращать. Беру за красную. Также появляется линия, вдоль которой оси я буду вращать объект. Сейчас это вдоль оси X. Вращаю. И мы видим, отображаются все данные значения. Горячая клавиша для вращения объекта R. От английского слова Rotation. Я нажимаю R. Мой объект вращается по всем трем осям. Я также могу нажать клавишу Y. И теперь объект вращается лишь вдоль оси Y. И последнее, это изменение масштаба. Также выберем данный виджет. Здесь все установим в 0. Появились такие квадратики. Мы можем за них тянуть. Вот сейчас я тяну вдоль оси X. И тем самым я увеличиваю размер нашего куба по оси X. Видим, параметр Scale увеличился до 2,5. Горячая кнопка для изменения масштаба это S. То есть их можно Rotation и Scale подсмотреть здесь. Ну а Location тут уже не прокатит. Придется запомнить клавишу G. Нажимаем S. И кубы изменяются равномерно по всем трем осям. Вот помогла опция Continuous Grab. И точно так же нажимаем X по оси X. Y, Y. И левой клавишей мышки подтверждаем изменение масштаба. Здесь вернем на перемещение. Вот таким вот способом в Blender можно перемещать объекты, вращать и масштабировать. Все значения в любой момент вы можете посмотреть на панели свойств в данных меню. То есть, что бы вы с объектом не поделали, куда бы вы его не переместили, вы всегда видите точное его расположение, все углы поворота и его размеры. Здесь внизу переключаетесь между отображением виджета. Также с помощью клавиши Shift, если ее зажать, можно одновременно включить два, либо же все три. Ну, получается небольшая каша, и не совсем удобно будет целиться по нужной стрелочке. Ну, это так, чтобы вы знали. В основном используется что-то одно. И горячие клавиши G – перемещение, R – вращение, и S – изменение масштаба объекта.